крыша смотрите на каждом доме надо делать крыши крыши могут быть разные вот я вам показываю крыши которые я делал ну это сложнейшая крыша ну как я выварил каркасы потому что кроме меня никто не хочет их варить ну а то потом уже пришли таджики специалисты и обшили деревом и сделали крышу суть в этой крыши в том что здесь нет уровня то есть вот этот странный дом который делал я в Козельске он не имеет крыши не ровные и получается разные стропилы пришлось уровни поднимать чтобы как-то сделать крышу и потом также там и потолок смешной получился вот видите беседка здесь просто на этой беседке стропила вареные ну они по уровню сделаны только стенки кривые то есть я не люблю все ровное люблю все кривое вот пожалуйста смотрите это тоже крыша только на бетонная гидроизоляция этот вот такой домик в обовом степле ну вот так он выглядит уже готовый ведь это сложнейший дом который встает там на на двух на трех опорах и сзади проглядывается тоже сложнейшая крыша смотрите много планового уровня это город Козельск как бы вот это я вам замануху делаю чтобы показать фильм тот что я делаю у себя дома вот этот крышу я реально делаю дома у меня во дворе ну так чтобы мне доверяли я показываю что я до этого когда-то крыши делал я не просто там ну как крыши я делал у меня зачем мне делать я буду кино снимать вот я взять крутит смотрите у нее такой шуруповерт он даже веревкой привязался это мне младший зяне младший зять но на старшей дочке женаты это женька звать его взять женька а самое интересное у него красивая фамилия он мастера представляете и вот и раз он мастеров ему разрешил делать крышу понимаете один у меня этот взять он милинчук тоже как бы по муке он но очень много просмотров его фильм и один взять у меня кого то есть у меня все я колесника то себя колесо я кручусь а вечно вокруг меня все что-то крутится понимаете то есть у нас такие красивые фамилии вокруг нас и получается чтобы нам только надо что-то крутить крутить мутить молоть то есть и вот это мне повезло ну вот зятюха женька он очень аккуратный математик и ну и с компьютером соображает прагматики вот он делает очень точные работы хорошо считает у меня а я вообще таблицу плохо знаю поэтому я ничего не считали я логически мыслью и деньги на вес хватит или не хватит шучу конечно и но это такая крыша смотрите она сделана крыша сваренная с профиля я потом внутрь залезу покажу покажу вам потом взяты вот такие вот доски но это будет 100 на 25 25 к или как дюймовка если я правильно говорю и потом крутится шурупами эти струбцины это такой прибор ну это женька приволок откуда он их взял струбцины он прижал их и потом и самое интересное что у них сверло там не знаю какой двойка наверно которым они сверлят доску и сверлят профиль а потом тоже шурупы закреплять они умудрились эту крышу посверлить сверлом и один раз его поломать то есть ну это невероятно когда мы там делали крышу которая фильм его показывал таджики его делали они давно что 50 поломали понимаете ну потому что надо навык навык работы с инструментом вот эти такие шурупы они толстенькие такие оцинкованные не черные потому что иначе ну как бы не ломается и но это хороший шуруп короче вот это смотрите как и обещала показываю внутрю крышу она сваренная с профиля 60 на 30 то есть с дерева я вообще не представляю как можно сделать крышу такой мрак да так долго такие навыки надо делать хотя я рисчик по дереву и я понимаю что такое дерево как пилят рубать его ну не понимаю нафига его с дерева делка там уже с профиля сварить вот я варю крыши с профиля это быстро там два-три дня внутри дня давайте если не торопиться за три дня можно ее сварить крышу но потом вот я ставлю пацанок то что у меня терпение не хватает и его ну как бы крутить а варить я как бы психологически готов потому что но везде сварка проходится через мои руки вот эти все металлоконструкции почему-то их соображаю сопромат туда или я думаю что я соображаю но почему-то ну приходится мне брать на себе ответственности и делать разные крыши вот в конце фильма я вам покажу вот великолепно куча фотографий какие крыши можно делать какие я делал и он ведь ему на моем доме тоже какие он и бетонные крыши и цоколя но с удивить и подпорные балки то есть мы все здесь рассчитано я думаю что рассчитан снега здесь а нету на этой крыше будет солнечные батареи вот профиль на растяжку на разрыв стоит подпоры рычаги обрезаны в два раза можно было еще усилить ну я что-то считаю что этого достаточно потом сюда фронтон по сделаем он тоже даст определенную жесткость и вот потом юсби и мне такой катапал купили ну катапал фирмой на неправильно говорю это рубероид или не знаю как его сказать и мягкая черепица то есть я правильно название не знаю в россии есть такой катапал фирма и вот эти крыши что-то мне легче на язык так говорить а здесь они как-то по-другому называются хочет а мягкая кровля с рубероидом то есть уже я закупил всю эту крышу смысле материалы они уже лежат у меня там подвале сейчас они юсби забьют на сегодня завтра ну уже за два дня потом мы делаем ну я отдельный фильм сниму вот смотрите видите я показываю что у меня там поддоны с кирпича мы кинули досок у меня как таких нету и ну вот поддоны кинули на бочку становимся есть лестницы женька он привязался веревкой чтоб не упасть там еще володя парень молодой сильный и красивый то есть пацаны хорошо работает ну то есть я доволен вот этот правда коронавирус нас выброс колеи и чтобы не скучать вот я в нашел деньги выделил на то чтобы зятям не скучно было они занимались работой понимаете вот мы сделаем крыши потом стенки поштукатурим я сделаю оформление но думаю посмотрим получится я покажу но думаю получится так быстро мы не спрыгнем то есть мы быстрее сделаем чем к кончится коронавирус и у ленки тоже идет строительство фасада я уже снял там обзорные фильмы и вот этот обзорный фильм как сделать крышу вот я показываю подпоры показываю ну кладку смотрите внизу есть такие крепители закрепляются крыша прям через стены укреплена там через арматуре там отдельный фильм будет мастер-класс а вот это оборудование которую можно работать ну вот есть пила такая электрическая но у меня есть еще лобзик там но не лобзик что-то не захотели братья не захотели есть и пилы которые ручные нотан володя показывает то есть как это отрезать но ведь я немножко плохо стал но такая пила которая давно пользуюсь мысли там он у меня лежит и очень удобная штука это фиксатор видать какой-то он не открутила все отрезал ну я просто специально чтоб кино было интересно и вот это мне понравилось сбоку стану он еще пускай отрежет там очень хорошая фреза смотрите четко режет все это элементарно технологии то есть все просто великолепно ну и пацаны эти грамотные у них есть навыки работать с инструментом с этим и я не нарадуюсь очень хорошо работает ну вот будем говорить я примерно хотел показать вам такой фильм он юсб стоит под боком вот доски помимо это смотрите мы уже и огород скопали и там что-то посадили клубнику вот уже этот сезон и чувствую я увижу все как она даже растет и может даже на рыбалку буду ходить я подводный охотник может еще но даст бог я постреляю рыбу покажу что у нас водится вот виде капельное орошение клубничка уже поливается вот так вот моя судьба выглядит а это чего обещал все-таки не просто баламутом блогер какой-то смотри я касса такие крыши делаю башни котики скульптуры вот это все сделано моими руками вот это беседка тоже смотрите крыша такая дракоми но я как бы здесь больше фильм о крышах но я вот это шут рекламу показываю как бы ну рекламирую что вот увидите это точно вот это я пузатый блогер который транзит и не только понимаете не тут я плохо рассказываю но я же скульптор как я могу хорошо рассказывать это дабы был бы там левитаном или там галкиным вот смотрите это же какие облака за 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 крышу мою хватается то есть ну на высоте приходится работать и приходилось и то есть вот смотрите гляньте какие леса вот это на ногу на одной ноге 10 часов стоял или там 20 чтобы вырезать эту голову птицу смотрите рядом тоже крыши какие сложные которую делать это вот ленка под крыши котика делается навсегда мне помогает подкар красить за мной потому что больше никому нету никому красить но сейчас у меня уже две-три дочки подросли вот это лена раскрашивала вот уже так тоже крыша моя ну как крыша моя выварила остальное делали таджики на этой крыше таджики там 10-20 севера поломали потому что но больше никому было крутить вот ли на смотрите на каких лесах вываренных привязанная за поясом на кирпичах вот это тоже по пять часов она раскрашивала эту птичку я не знаю как ее назвать вот тоже смотрите это тоже крыша понимаете везде приходилось мне изучать крыши делать их и выдумать но некий крыши бетонные вот эти приклепанные чтобы не оторвались а а это крыша на на бане ну и это не я делал показываем просто вот если я не задел соколе крыша была готова но я надеюсь скоро и сниму и и заново сделают видите видите вот такой здесь электрические такой щитовая там смотрите рубильники и вот вот так короче выглядит скала такая там и череп есть а вот смотрите представляете такие крыши без чертежей без эскизов это же бляха начинал сначала даже не знал чем мы туда налепим вот такие крыши я делал в козинский ну там хозяин попался который не париться по тому поводу когда тела чё хочешь увидев двойная крыша там изби оттуда подбито вот как бы то есть было такой опыт работы смотрите какая интересная леппа посмотрите это тоже вот моя крыша представляете все вот блогеры все я я я как бы вот это на высоте с таджиками лепил ну лента со мной мы вдвоем тогда работали вот это же я делаю такую эльфийку на крыше представляете там вот такие леса сложные там чуть орел нас не избил не меня лена то есть вот такая была крыша эльфийка котик он туда тоже ну на высоте очень сложно работать ну так как у меня такой хороший хозяин это вихлянде и такой шанс медали и вот эти лена стоит где на на этой крыше расписывают эту эту эльфийку она на таком типа флюгер или как его правильно назвать вот такая вот эльфийка вы смотрите крыши и там эти как его и всевозможные самовары посмотрите сколько самоваров там и код и вот ну то есть ну очень реально сложная крыша а вот это ведь и кухня у меня такая эти стены пенопласты вот так вот крыша выглядит все-таки фильм о крышах и я вот видите таджики веревкой поднимают и там рапшан который со мной уже 10 лет работает рома очень классный таджик который благодаря его все все я не подорвался и смог эту работу сделать это ведь это же крыша кованая из бетона а вот эти как каркасы я специально кирую что можно такие крыши делать с бетона с гидроизоляции это входные группы так она вываренная на но видно вот если просмотреться вот смотрите туалет просто туалет пенек тоже бетон из гидроизоляции стоит уже до лет восемь то есть это тоже работа там козельский там сделано 10 лет назад